Вести Хакасия на канале Россия 24. В ближайшие 10 минут мы расскажем об основных событиях этого дня. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. В Хакасии дан официальный старт Абакана Черногорской агломерации. Сегодня главы муниципалитетов, участников масштабного проекта заключили соглашение о взаимном сотрудничестве. В свои подписи под документом поставили временные исполняющие обязанности главы Хакасии Виктор Зимин, а также главы Абакана, Черногорска, Алтайского и Усть-Абаканского районов. С этого дня их территории будут тесно развиваться. Соглашение дает право реализовывать совместные инвестиционные проекты, причем на взаимовыгодных условиях. Пусть приходят эти промышленники, бизнес приходит к нам, даем землю им, даем льготы, налоговые послабления, я думаю, и республика тоже пойдет на это. И таким образом будет земля в городе для строительства. И выиграет в то же время Алтайский район с поступлением налоговой базы. Напомним, Абакана-Черногорская агломерация – это проект комплексного развития территории. Он предполагает объединение населенных пунктов для решения социально-экономических вопросов. Проект получил поддержку президента России, а также одобрен и Министерством регионального развития. Развиваться без ущерба для здоровья населения Виктор Зимин потребовал от бизнес-партнеров в погоне за прибылью не забывать об экологии. Большая задымленность и вредные выбросы работа промышленных предприятий, отметил временно исполняющий обязанности главы Хакасии, зачастую не соответствуют экологическим требованиям. На то, чтобы привлечь к ответственности руководство и исправить ситуацию, уходит время и немалое. Виктор Зимин призвал надзорные органы не тянуть с проверками. Среди проблемных – горящие отвалы угольных компаний «Русский уголь» и «Суэк». Это уже не тот случай, когда вы идете с какой-то проверкой вымышленной. Даже не надо на вертолете сверху летать, так видно все задымлено. Приехал смотреть эту зону в Черногорске, земли не видно. От дыма и гари. Вроде партнеры-то у нас серьезные. Вы предупредите прямо сегодня. Иначе они получат разрыв лицензионного соглашения и право на добычу полезных ископаемых. Ужесточить контроль сегодня необходимо, добавил Виктор Зимин. С реализацией проекта «Абакана-Черногорская агломерация» промышленных предприятий в Хакасии станет больше. Это не должно отразиться на состоянии окружающей среды. Тем временем жители Черногорска бьют тревогу. Жить в городе опасно для жизни, так считают местные жители. По их словам, в городе участились случаи онкологических заболеваний. Городская общественность винит в этом угольные разрезы с их горящими отвалами. Из города, который ходит в тридцатку самых грязных в стране. Константин Кравцов. Пусть город будет чистым. Одного желания здесь, пожалуй, мало. Ученице шестого класса Василини хватило нескольких страниц реферата, чтобы описать экологическую обстановку в городе. Разбираться в сложных химических соединениях заставил не учитель, а собственное здоровье. Я люблю гулять, я вижу, что дышать очень тяжело, что когда ветер идет, когда дым попадает людям, это очень тяжело. Впрочем, есть о чем задуматься. Только в одном районе Черногорска, в девятом поселке, целая вереница котельных. Плюс к этому в десятки километров отсюда два разреза, где и взрывы угля, и постоянные пожары на отвалах. Горожане устраивают собрания в надежде, что их услышат. Отсюда сажа, отсюда дым, отсюда воздух, которым порой не хочется дышать и даже выходить на улицу. Наш детский сад присмотра и оздоровления, и уклон делается именно на оздоровление. И наши дети должны больше времени проводить на свежем воздухе. А бывает так, что когда ветер дует со стороны котельной, мы не можем выйти на улицу, потому что вся сажа оседает на участке. Как выйти на улицу и закашиваешься, не знаю как. Кашель, прикашель. Потому что дышать нечем. Невидимые глазу бензопилен и формальдегид. По данным экологов, ежегодно в атмосферу города выбрасывается больше 10 тысяч тонн летучих ядов. Это прямой фактор онкологических заболеваний. Вот и медики говорят, число заболевших раком кожи и дыхательных путей в республике растет ежегодно. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В Ширинском районе полдеревни ушло под лед. В селе Черное озеро резкое потепление неделю назад привело к затоплению подвалов, дворов и огородов. Многие дома получили серьезный урон. Пострадавшие до последнего надеялись на помощь властей. А когда не получили, обратились в нашу редакцию. Масштаб ущерба оценила Анна Ахпашева. Дома не живу, получается, что невозможно. Ждем второе наводнение, и вот, короче, бардак. Из собственного дома Николая выгнала стихия. Вода пришла в село за считанные минуты, запасы из-под поля спасти не успел. Картошку, если можно так сказать, уже посадил. Земля засыпала овощи, когда стены подвала размыло водой. Во льду сегодня двор, гараж, баня. Я 12 часов выкатил, чтобы у меня, получается, чтобы кверху вода не пришла. А у сестры печка шлопнула, фундамент упал, и всё, и теперь нынче печку надо делать. Супруги Плешуковы рассказывают, их дом, как и у остальных, затапливает весной последние три года. С каждым разом последствия всё серьёзнее. Сегодня сидят без воды. Из строя вышел насос в скважине. Вот летняя кухня. Стоит вода, замёрзла, затопила. Нынче, однако, здесь жить не будем. Ещё раз-два такое потопление будет, и дом упадёт. Вот эта сторона провалится. Лучше там, керево, он держится из камней, вот таких больших камней. На осадном положении в селе сразу несколько улиц. Пионерская, Зелёная, Гаражная. Всего около полусотни домов. А это почти 200 жителей. Раньше, ещё в советское время, вокруг деревни были сделаны водоотводные каналы. Но последние лет 20 за ними никто не следил. Всё по-за***ли, по-русски сказать. Всё туда, всё в эти каналы. А в коне, будет задеваться некуда, она и пошла. Это вообще хаос. Вообще хаос. И не ковырнёшь, даже не прокопаешь канавку, куда спустить воду. Сразу после случившегося сельчане собрали сход. В надежде на то, что на них обратят внимание. Помогут восстановить дома и компенсируют потери. Вот только в сельсовете ответ один – денег нет. Видимо, поэтому не стали даже создавать комиссию, чтобы подсчитать ущерб. О ситуации, конечно, сообщили в район. Но, судя по всему, на материальную помощь людям рассчитывать лучше не стоит. О возмещении убытков никакого разговора никто и не вёл. Договоры с подрядчиками заключены на подсыпку слабых мест. В эти слабые места 200 метров будут подсыпать. Но основная вода пойдёт с огородов. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Вести, Хакасе. И сегодня стало известно, что в селе прошла встреча жителей с представителями руководства района. Принято решение уже в ближайшие дни начать работу по расчистке канала. Также будет создана специальная комиссия, которая соберёт сведения о причинённом ущербе и решит вопрос о выдаче компенсации и материальной помощи населению. Все сказки и все песни в мире о любви. В этом уверен молодой актёр и начинающий режиссёр Данил Чернов. Театр «Кукол сказка» под его руководством поставил спектакль «Кот и леса». Дебют молодого режиссёра получился вполне удачным. И сегодня моя коллега Юлия Константинова встретилась с Данилом Черновым в нашей студии. Смотрите далее ежедневную рубрику интервью. А я с вами прощаюсь. Берегите себя.